Буран, челнок и автолестницы в Сочи на Кубок Конфедерации стянута самая современная пожарная техника. Жители Верхней Беранды готовы массово заняться животноводством. Разрешение на освоение местных пастбищ селянам дал глава Сочи. Елена Летучая оставила зеленый автограф в Сочи. Известная телеведущая приняла участие во всероссийском волонтерском эко-марафоне. Все сочинские выпускники, сдавшие ЕГЭ по физике, преодолели порог успешности. Обнародованы итоги единых госэкзаменов. Историческое событие мирового масштаба произошло сегодня в Анапе. Там дали старт турецкому потоку. После команды Владимира Путина давайте вперед. За стыковкой мелководной и глубоководной части газопровода президент страны и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев наблюдали с борта самого большого в мире строительного судна. Реализация проекта обеспечит стабильные прямые поставки голубого топлива из России не только в Турцию, но и в страны Южной и Юго-Восточной Европы. В год планируется транспортировать более 31 миллиарда кубических метров газа. А общая протяженность турецкого потока составит 937 километров. При этом почти 400 километров пройдут по территории Краснодарского края. По мнению Вениамина Кондратьева, использование этих мощностей поможет решить проблему дефицита газа в юго-западных районах Кубани. От реализации этого масштабного международного проекта выиграют в том числе и жители края. Благодаря газопроводу мы сможем увеличить подачу топлива в Абинские, Темрюхские и Крымские районы. Дополнительные мощности получат и курортные города Анапа и Новороссийск. Для жителей этих территорий вопросы газификации достаточно непростые, где-то даже болезненные. И я надеюсь, мы сможем их решить. Также глава региона в интервью журналистам отметил, что запуск турецкого потока придаст новый импульс развитию Азовского побережья. В частности, речь идет о тех территориях, через которые пролегают подъездные пути к Керченскому мосту. 137 на 70. Единая Россия озвучила предварительный список кандидатов. В Краснодаре прошло заседание регионального политсовета. Его секретарь Николай Гриценко рассказал об итогах праймерис на выборы в ЗСК и представил предварительный список кандидатов по одномандатным округам и территориальным группам. Напомню, что внутрипартийные выборы проводит пока только Единая Россия. Там демократическая форма отбора кандидатов. Общий краевой список возглавили председатель ЗСК Владимир Бекетов, вице-губернатор Юрий Бурлачко, главный врач краевой клинической больницы номер один Владимир Парханов. Также на заседании члены полицовета провели работу над ошибками, допущенными во время внутрипартийных выборов, и рассмотрели программу партии. Там более 400 наказов, которые были получены от избирателей во время праймерис. Наша главная задача – это донести оценку наших избирателей, которые они нам дали на предварительном голосовании, до финала, чтобы эти люди вышли потом на выборы. 70 мандатов, 137 человек. У нас двойной резерв, и это дает нам возможность и дальше производить оценку и отбор кандидатов от нашей партии. Окончательный список кандидатов в депутаты ЗСК 6-го созыва единороссы определяют 14 июля на полицовете партии. На нем же они утвердят и свою партийную программу, с которой предстоит идти на сентябрьские выборы. К другим новостям. Снова дело труба. Накануне в интернете появилось видео, на котором виден фрагмент большой трубы, прибитой волнами к берегу. В комментариях люди предположили, что снова поврежден фрагмент глубоководного выпуска. МУП «Водоканал» прокомментировал ситуацию так. Работы по восстановлению глубоководного выпуска продолжаются. Водолазы ввели демонтаж дальней секции для ее замены. Именно эта часть и всплыла на поверхность. Новая труба уже отправлена в Сочи по морю вместе с фирменным оборудованием и специалистами, которые установят ее в ближайшее время. За применение насилия в отношении сотрудника краевого погрануправления, находившегося при исполнении служебных обязанностей, возбудили уголовное дело. Обвиняемый чиновник из Министерства природных ресурсов Краснодарского края. Инцидент произошел в окрестностях Джубги. Сотрудник пограничного отделения выявил на берегу маломерное судно без регистрационных номеров на борту. На требование предоставить документы на плав средства его владелец, как говорится в сообщении краевого погрануправления, отреагировал неадекватно. Несколько раз ударил по голове и телу сотрудника палкой. Дело возбудили в Туапсинском подразделении Следственного комитета. Статья Уголовного кодекса предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. В Сочи в проведении Кубка конфедераций задействовано 720 казаков. Они охраняют общественный порядок вместе с полицией. Повышенные меры безопасности на границе. Также усилена группировка МЧС России в плане пожарной безопасности. Что сегодня на вооружении у огнеборцев узнала наша съемочная группа в пожарно-спасательной части Олимпийского парка. Люди отдыхают, машины тоже. Ночью и утром вызовов не поступало. А у нас тем временем есть возможность познакомиться с техникой, которая в эти минуты стоит в гараже пожарного депо. Вот эти пожарно-спасательные автомобили разработаны и изготовлены специально к Олимпийским играм. Они предназначены для тушения пожаров в туннелях. Вот этот автомобиль идет первым. Он оснащен комбинированным пожарным насосом. Также камерой, инфракрасной камерой, которая позволяет беспрепятственно передвигаться в задумленном туннеле. Вторым идет вот этот автомобиль. Он предназначен для оказания помощи людям. В нем 20 спасательных масок. Представителям СМИ показывают, как используют маски при спасении людей, пострадавших при пожаре. Как кислород поступает в маски. Другие машины работают при тушении пожаров на высоте. Вот это с автолестницей. Причем она достаточно оперативно выдвигается максимально на 42 метра. И машине не нужно много места, чтобы встать с упорами. На лестницу также может крепиться насос для тушения пожара. И благодаря ей с верхних этажей зданий вытаскивают людей. Причем часто, как рассказывают пожарные, пострадавшие боятся высоты. Им сложно сделать первый шаг на площадку лестницы. Сегодня ее смог оценить и наш телеоператор. Примерная высота метров, может быть, 15. Чуть страшновато, но зато вид красивый, открытый на Ольгинский парк. Максимальная высота 42 метра лестницы. В тушении пожаров задействована и специальная мотогруппа. Мотоциклы быстрого реагирования патрулируют самые опасные участки федеральной автодороги. Гордость 19-й пожарной части Олимпийского парка – установка управления воздушными потоками «Буран». Назначение этой установки – снижать концентрацию газопаровоздушной смеси. То есть, если проще сказать, удалять дым из помещения. Помимо того, что с помощью этой установки можно удалять загазованную смесь, с помощью ее можно подавать так называемую тонко распыленную дисперсную воду. В период проведения Кубка конфедерации усилена группировка МЧС России дополнительной силой и техникой. Сосредоточена мощнейшая группировка. Органы управления и силы переведены в режим повышенной готовности. Развернуты все системы, включая систему антикризисного управления. Пресс-тур по пожарной части еще не был завершен, а пожарные уже спешили на выезд. И это уже не постановочные кадры. Поступил сигнал о пожаре, и машины срочно выезжают по выезду. В это время случился пожар в совхозе России. Горел одноэтажный частный дом. Вся информация истекается оперативному дежурному центру управления в кризисных ситуациях. Здесь и ведется мониторинг оперативной обстановки в городе с использованием современных компьютерных технологий, в том числе данных из космоса. И продолжаем. На 101-м году жизни скончался военный летчик Николай Жуган. Генерал-майор авиации прошел всю Великую Отечественную. На счету героя СССР 242 боевых вылета на разведку и бомбардировку объектов противника. Участвовал в битвах под Старинградом и на Курской дуге. Сражался под Кёнигсбергом и Варшавой. Брал Берлин. Он был настоящим человеком легенды. Сердце летчика перестало биться 22 июня, спустя ровно 76 лет, со дня начала войны. Соболезнования родственникам и близким выразил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Совсем недавно мы поздравляли Николая Павловича с большим юбилеем, столетием. И вот его не стало. Это большая и невысполнимая утрата для всех, кто знал и ценил этого мужественного, сильного духом человека, настоящего патриота, героя, защитника нашей Родины. Николая Жугана называли легендой. Действительно, для нас он таким и был. Несмотря на почтенный возраст, занимался патриотическим воспитанием молодежи, делился опытом, старался быть полезным, ставшему родным городу и краю. Вся Кубань скорбит об этой потере. Память о Николае Павловиче всегда останется в наших сердцах. После войны Николай Жуган продолжил службу в армии и командовал авиационной дивизией. В 1960-м в звании генерал-майора ушел в запас. В числе его награды Орден Красного Знамени, медали за оборону Сталинграда и за победу над Германией. К другим новостям. Жители села Верхняя Беранда готовы массово заняться животноводством. Для этого им необходимо разрешение на освоение местных пастбищ. Об этом сельчане говорили на сходе граждан с участием мэра. Инициативу горожан Анатолий Пахомов одобрил, а также рассказал собравшимся о ходе строительства долгожданной в селе школы номер 88. Инга Габешая с подробностями. Напомню, новую школу построили с нуля. Старую, которая сельчанам служила с середины прошлого века, снесли полностью. Еще сегодня строители работают в усиленном режиме. А уже 15 июля они покинут образовательное учреждение. К 1 сентября эти стены должны сиять чистотой и радовать школьников. По сути дела за год выстроили школу, достойную школу. Оборудование будет по последнему слову техники. Это дает возможность нашим деткам учиться в школе сельской, но при этом иметь возможности городские. Спортивный зал будет двойного назначения. Это и для занятия учеников в учебное время до 18 часов. После 18 часов там должны появиться спортивные секции для молодежи. Да, это жители Беранда. Потому что мы сегодня можем улучшить поколение исключительно только тем, что предоставим им новые возможности. И школа – это не все, что строится сегодня в верхней Беранде. На новость сельчане отреагировали аплодисментами. Активная жизнь в селе, признаются горожане, угасала с каждой новой трещиной на старом здании школы. Сейчас же они уверены – начнется динамичное развитие. К тому же глава города развеял все сомнения и подтвердил информацию о строительстве школьного стадиона. Хочу вам сказать большое спасибо не только от учителей, но и от всех жителей, от всех родителей. За то большое чудо, которое вы создали для нашего маленького села. Я просто хочу прилюдно, при всем честном народе, чтобы все слышали, насколько мы благодарны за то, что вы приняли такое решение. И не просто приняли, а его воплотили в жизнь. В целом же, судя по отчету сельской администрации, особых проблем в селе нет. Здесь полностью заменены системы электро- и водоснабжения. Завершается реконструкция насосной станции. К ремонту дорог здесь приступят с 15 сентября, когда в Сочи начнется второй этап масштабной реконструкции городских магистралей. Что же касается освещения, то практически все улицы Верхней Беранды освещены. Исключить слово «практически» организация «Сочи свет» пообещала к 1 сентября. У самих же жителей Верхней Беранды, а также соседних Верхнего Боу и Детляшки, есть желание заняться животноводством. Для этого многие уже организовали крестьянско-фермерские хозяйства. Но вот пасти коров с козами просто негде, сетуют местные чабаны. Пастбища давно заросли лесом. Дайте нам возможность, пожалуйста, чтобы вот эти бывшие пастбищи, это не лесхоз, это муниципальная земля, но она заросла. Там есть поля, там много, они заросли, но нам никто не дает возможности, чтобы мы отрезали, сделали, обратно сделали пастбищу. Переработка молока может стать и хорошим бизнесом. Свежий сыр и масло с удовольствием попробуют туристы. А там, отметил глава Сочи, и до местного ресторанчика недалеко. Анатолий Пахомов подчеркнул, что инициативу жителей по созданию новых рабочих мест администрация города всегда готова поддержать. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Неприятный запах стал поводом для проверки воды в одном из ручьев Лазаревского района. Ручей протекает в поселке Вардоне и впадает в реку Буу, а затем в море. В ходе мониторинга по сбросам сточных вод на рельеф был обнаружен стойкий запах, непонятный содержание, и что здесь происходит. То есть мы вызвали Роспотребнадзор для взятия проб и установления какого-то состава этой воды, что там в ней находится. Специалисты сегодня взяли пробы, чтобы определить тип загрязнения, химический или органический. Почему вода обрела неприятный запах и кто в этом виноват, установит экспертиза. Анализы, говорят, в Роспотребнадзоре будут готовы в течение недели. Добавлю, что в Лазаревском районе работает пять рабочих групп, которые занимаются мониторингом сбросов стоков на рельеф. В рейды они выходят ежедневно. С 2015 года выявлено 13 тысяч фактов сбросов канализации на рельеф и в водоемы. Сегодня на более чем 12 тысячах нарушения уже устранены. Нарушители природоохранного законодательства штрафуют и отключают от воды. Елена Летучая оставила зеленый автограф в Сочи. Сегодня известная телеведущая приняла участие в главном всероссийском волонтерском эко-марафоне «360 минут». Подробности у Татьяны Говорковой. Из акции «360 минут ради Байкала» эко-марафон за 7 лет вырос до всероссийского. Сотни мероприятий проходят в разных уголках нашей страны. Теперь он пришел и в Южный федеральный округ. На этот раз местом слета десанта «Чистоты» стал парк южных культур. Проект поддерживает сотни эко-движений. В этом году марафон «Чистоты» проходит в рамках года экологии и столетия заповедной системы нашей страны. Затрагивает большинство заповедников и нацпарков. К эко-марафону присоединяются коммерческие организации, ведущие отели и звезды экрана. Накануне неравнодушная к экологии Елена Летучая приняла участие во всероссийском образовательном проекте «Заповедная смена». А сегодня вновь надела перчатки и посадила редкий вид рододендрона. В Сочи сажаю впервые, но в Москве я же участвую в разных экологических программах и в программах по посадке столицы нашей. Я посадила большое количество деревьев различных и сирень, и березки мы сажаем. Также я человек, который с детства любит землю. Как бы это странно ни звучало, я очень люблю все сажать. Я сажаю дома, на участке, и, вы знаете, это такое некое очищение души, наверное, потому что я так отдыхаю. Кстати, отдыхать в Сочи Елена Летучая приезжает часто. Теперь в списке ее любимых мест посещений будет и парк «Южные культуры». Телеведущая заверила, что будет следить за тем, как растет ее дерево. Еще один вид редкого рода дендрона сегодня посадил и руководитель одного из отелей на Адлерском побережье, а его сотрудники выполнили всю работу по благоустройству парка. Здесь профессиональные ландшафтники, электрики, газонокосильщики. То есть это именно профессиональные сотрудники курорта-отеля, которые занимаются уборкой и поддержкой инфраструктуры. Это уборка сухих листьев, это восстановление ограждений, покраска лавочек, восстановление электрики. Ну, то есть то, что актуально для открытия сезона. Уборка территории велась практически 360 минут. Столько времени, считают организаторы эко-марафона, вполне может уделить каждый человек ради сохранения природы. Хотя бы один раз в год. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ. Все сочинские выпускники, сдавшие ЕГЭ по физике, преодолели порог успешности. То есть нет ни одного неуда. Предварительные итоги единых госэкзаменов стали известны также и по литературе, и обществознанию, а также по математике на базовом и профильном уровнях. В экзамене по математике базового уровня почти 45% выпускников получили оценку «отлично». Однако 27 школьников не смогли перешагнуть так называемый порог успешности. 44 человека не сдали ЕГЭ по математике профильного уровня, но два сочинских выпускника показали результат выше 90 баллов. Литературу не сдал только один человек из выбравших этот предмет. Более 90 баллов набрали двое. Не сдавших физику в этом году в Сочи нет. Более 90 баллов получили также два школьника. И, наконец, общество знания стало непосильной задачей для 98 человек. Им не удалось дотянуться до минимального порога успешности. Отличный результат – более 90 баллов получили 16 городских выпускников. Сейчас горячая пора не только для выпускников школ, но и вузов. Пора защиты дипломных работ. Так, например, свои проекты сегодня презентовали студенты Сочинского института Рудуэн – выпускники отделения «Дизайн». Дипломная работа – это, пожалуй, один из самых волнительных и ответственных моментов за время обучения в университете. Это серьезный научный проект, призванный подтвердить квалификацию студента как молодого специалиста. И этот проект нужно не только разработать, но и грамотно защитить. К слову, сегодня защита диплома в Рудейн была яркой. Свои работы представляли выпускники отделения «Дизайн». Сейчас две творческие специальности, очень яркие, очень нужные городу. Это специальность дизайн по отраслям и декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Обе специальности действительно нужны нашему городу, потому что классик когда-то сказал «Красота спасет мир». Мы с нашим педагогическим коллективом уверены абсолютно, что это правильно. Одни студенты презентовали броские дизайнерские вазы, вот такие в стиле авангард. Другие – оригинальный авторский светильник из экологически чистых материалов, дерева и бумаги, что сегодня весьма актуально. Было принято конструкционно-дизайнерское решение добавить в этот светильник еще и роль ширмы. Светильник раскрывается благодаря рояльным петлям для шкафчиков. Работу студентов по достоинству оценила аттестационная комиссия, в том числе известный художник Игорь Венский. Если честно, я приятно удивлен. Потенциал есть, идеи хорошие. И воплощение, вот туда светильник, за малыми какими-то недостатками, но он очень перспективная история. Можно развивать ее в разных направлениях. Надо отметить, что в Сочинском институте РУДН созданы все условия для раскрытия творческого потенциала студентов, в том числе обучающихся на отделении дизайн. Студенты вуза традиционно принимают участие в различных выставках и фестивалях, а также становятся победителями и призерами всевозможных конкурсов. Так студенты Сочинского института отстаивали честь своей «Альма-Матер» на отборочных соревнованиях в расширенный состав национальной сборной WorldSkills Russia по флористике. Сочи стал одним из четырех городов России, где прошли подобные состязания, и площадкой был выбран именно Университет Дружбы Народов. Сочинский тяжелоатлет взял бронзу первенства мира. Турнир по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок до 2021 года проходит в Токио. В состав национальной сборной вошел и сочинец Вячеслав Яркин. По итогам выступления в весовой категории до 77 килограммов, сочинец показал третий результат, подняв по сумме двоеборья 335 килограммов. Победу в этом весе одержал колумбийц Ясон Лопес. Серебро у представителя Узбекистана Шахзода Худойберганова. Помимо завоевания бронзы, Яркин улучшил личный рекорд на 1 килограмм. Ну и в завершении выпуска информации от партнеров программы. Стоматология Скаковский работает по принципу 3П. Порядочность, последовательность, профессионализм оказывает все виды стоматологических услуг. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Продолжение следует...